здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео представляю вам отзыв и обзор книги харуки мураками страна чудес без тормозов и конец света сразу хочу вас предупредить что в этом видео будет много спойлеров то есть я раскрою существенную часть сюжета поэтому если вы не читали эту книгу то вы можете многое потерять посмотрев этот обзор и так харуки мураками пишет свою книгу в середине 80-х годов эта книга разделена на главы четные и нечетные в четных главах идет раз идет повествование из выдуманного фантастического мира города за стеной где ищут череп единорога и ошибся из города за стеной в котором живет читатель снов и перед тем как он входит в этот город за стеной ему прокалывают глаз специальной тонкой проволокой чтобы он мог получить статус читателя снов а вот череп единорога ищут в другом месте то есть в другой части книги это в нечетных главах которые рассказывают о условно о нашем мире в котором есть профессор который изобрел специальное устройство которое может тушить звуковые сигналы на всех частотах то есть если мы возьмем это устройство и настроим ее на специальную частоту например на чистоту голоса человека то этого человека не будет слышно и он проводит эксперименты в своей подземной лаборатории и ему помогает его внучка и когда главный герой это специальный шифровальщик которого нанимает профессор чтобы сохранить свои секреты он приходит к этому профессору чтобы получить задание и предоплату за работу то его встречает кучка которая говорит а он ее не понимает например я вам сейчас зачитаю как говорит это внучка она говорит тату села что это непонятно или пруст но это не марсель пруст тату села села а и герой думает что это турецкий язык зум 100 села то есть этот профессор он настолько потушь потушил звук от этой внучки что ее не не понимает и оказалось что за он разработал не только эту технологию и за этими технологиями охотятся нехорошие люди то есть если эти технологии попадут к нехорошим людям то всему миру будет плохо и главный герой от листа лица лица которого ведется повествование этот герой называет себя я и он шифровальщик он но не обычный шифровальщик таких шифровальщиков на весь мир на наберется десяток потому что они шифруют с помощью возможностей своего мозга для того чтобы подготовить такого шифровальщика требуется много лет работы и из группы шифровальщиков которые учился вот этот человек уже некоторые из шифровальщиков погибли почему никто не знает и есть предположение что они погибают именно из-за того что она их мозг в их мозг была вложена специальная формула для шифрования которые чуть подробнее потом и вот этот шифровальщик он приходит к этому профессору чтобы забрать данные для шифрования и после этого поставка он заберет эти данные он из шифрует и вернет обратно профессору уже в зашифрованном виде и уже никто кроме него обратно эти данные не сможет расшифровать эта особенность такая то что у каждого из этих шифровальщиков как которых я выше говорил свой алгоритм шифрования у кого-то алгоритм называется допустим березовый лес а у кого-то называется там лазурное море у кого-то как вот у этого шифровальщика его алгоритм называется конец Так же, как и называются главы нечетные, как четные главы этой книги. И я впервые увидел, несмотря на то, что я эту книгу читал в середине нулевых, и потом я еще ее, может быть, два или три раза я ее перечитывал позже, до этого я не видел книг, в которых бы повествование шло параллельно, то есть в нечетных главах шло про один мир, рассказ, а в четных главах про другой мир. И это привлекло внимание, когда я эту книгу покупал. Кроме этого, вот такого издания я больше не видел с тех пор, то есть вот в такой обложке, твердый переплет, с таким дизайном, сзади фотография Мураками, название по-японски. И не видел я больше такого издания с тех пор. Только лишь где-нибудь на Авито или где-то в Перекупах. И о чем, собственно, хотел бы нам сказать автор, как я думаю. То, что возможности мозга человека, они безграничны. Что в том числе его можно натренировать на сложные действия с текстом, музыкой и цифрами. Можно натренировать мозг на шифрование и дешифровку. И вот этот шифровальщик рассказывает от первого лица, как он делает первый этап шифрования. Он называется стирка. То есть при стирке данные обрабатываются соответствующим каким-то образом. Эту стирку он проводит в лаборатории профессора. И он забирает результаты стирки, которые он провел по определенному алгоритму с собой. Но если эти результаты кому-то попадут, то их уже будет тяжело расшифровать. Но возможно. И когда шифровальщик уходит от профессора, за ним начинается охота. Описывают охоту. Во-первых, этот профессор живет в подземном мире, под землей. И чтобы перебраться в город, он, шифровальщик и внучка, переплывают через подземную реку. А в подземной реке живут чудовища, которые охотятся в том числе и за профессором. И они убегают и поселяются в квартире шифровальщика. И после этого, после того, как шифровальщик... Это я вам сейчас рассказываю кратко о сути нечетных глав. Про счетные главы чуть попозже поговорим. Как раз мы сейчас к ним подойдем. И шифровальщик принимается за работу, которая называется шафлинг. Шафлинг занимает три этапа. Причем три этапа нужно строго следить за временем. Он ставит таймер, погружается в шафлинг, который уже идет через его мозг. То есть он читает результат стирки, который он забрал от профессора. И с другой стороны у него лежит лист бумаги, на которой он выписывает результаты шафлинга. После этого он отдыхает. У него, допустим, 12 часов он работает. 12 часов он отдыхает. Причем этот отдых, он отличен. То есть никаких чтений книг, просмотра телевизора, прослушивания музыки и так далее. То есть это может быть поход по магазинам, там прогулка и так далее. Готовка еды. Такая работа, другая. Другая работа. Как говорят люди некоторые, лучший отдых это смена вида деятельности. В том числе и сон сюда входит. И он работает по часам. То есть у него 12 часов, могу ошибаться в цифрах. 12 часов у него шафлинг процесс, 12 часов у него отдых. Потом опять 12 часов шафлинг, 12 отдых. И так три раза. То есть три этапа. 12, 12, 12, 12, 12, 12. Или это не помнит. Ну не важно. Цифры условные. И за эти три этапа, он за три подхода, он полностью зашифровывает информацию. Но при этом происходит то, что на него охота идет. Одновременно. В мире, в мире страны чудес без тормозов. Потому что эта информация, которую он зашифровывает, нужна. Кому-то. В него и в его квартиру вламываются, ломают мебель. Но в это время его нет. Результаты надежно спрятаны и так далее. То есть все такой одновременно детективный. И такой сюжет типа триллера. И мы подходим кратко уже к обзору четных глав. А вот четные главы показывают, что собой представляет метод конца света, который вложен в мозг этого шифровальщика. То, о чем я выше говорил, город за стеной. И опять повествование ведется от я. Как я понял, как читатель, понял, о чем этот конец света, начинается с того момента, когда в мозг, на этапе обучения этому шифрованию, в мозг этого шифровальщика вкладывается вот этот образ. И в тот момент, когда шифровальщик, то есть на этапе обучения его шифрованию, то есть в тот момент, когда конец света, вот этот город за стеной, становится внутрь мозга шифровальщика. Шифровальщик, это литературное я, входит в этот город конца света. Ему протыкают глаз. Он становится читателем снов. И одновременно получается так, что и в мире страны чудес, без тормозов, ищут единорогов, череп единорогов. А в конце света этот пропротив единорогов написан в книге, которая хранится в библиотеке. И постепенно мураками сближает эти два мира, и человек в конце света, в городе за стеной, находит способ оттуда сбежать. И здесь автор нас подводит к тому, что если человек, который находится в конце света, а это по сути аллегория, аллюзия, метафора на то, как работает мозг человека. То есть если эта разумная часть, которая находится внутри конца света, она сбежит, а там есть специальный то ли водопад, то ли водоем около стены, и он хочет в этот водоем нырнуть и вынырнуть с другой стороны стены. Потому что он выяснил по расспросам среди жителей города, что есть возможность таким образом оттуда уйти. И здесь получается так, что в условно реальном мире, то есть в мире страны чудес, этот шифровальщик сидит в машине, и он находится на грани смерти. И на этом обрывается сюжет, то есть в стране чудес, шифровальщик сидит в машине на грани смерти, потому что он устал, потому что с ним что-то уже не то, чисто из-за нарусок, из-за переотшифрования. А в мире конца света он хочет поднырнуть под воду, под стену и выйти из мира конца света. Что опять же, как мне, как читателю, кажется, что это тоже символизирует смерть. То есть он умрет и в мире страны чудес, и в мире конца света. Но опять же, я не могу утверждать точно, что это именно так. Но вот эти метафоры, образы про единорогов очень хорошо написаны у мураками в этой книге. Это был отзыв и обзор на книгу Харуки Мураками «Страна чудес без тормозов» и «Конец света». Поподписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, уведомления, поставьте лайк, поделитесь этим видео в социальных сетях, посмотрите другие обзоры к них. Или по ссылке в описании. Всего вам доброго и до новых встреч.